три параметра обработки у одной программы то есть точные не точные да и очень точно и вы видите как детали появляются и с деталями появляются некоторые шумы вот это тоже нюанс да вы можете собрать быстро и получить слабую модель вы можете собрать на максимальных настройках это будет в несколько раз дольше это не в два раза дольше если вы увеличиваете точность это может быть там в 10 раз дольше там да на высоких ультравысоких настройках например сейчас не надо вот здесь я построила текстура с текстурой все выглядит не так все равно здорово потому что это низкие настройки но тем не менее вот мы натянули текстуру она легла не очень хорошо потому что сама геометрия у нас плохая сейчас я вам могу показать что получается в других случаях сейчас мы не будем это сохранять я снова сделаю мою реализирую и рекуприрую экран сейчас я загружу модель да то же самое вот она даже не грузится у меня это облако это облако точек и тут плотность существенно выше да вы можете посмотреть существенно выше плотность если я возьму модель то она достаточно точна уже относительно того что мы обработали да это более серьезная обработка это не максимальный параметр потому что они не нужны были мне мы не занимаемся 3d моделями это для чертежей было сделано здесь также есть нюансы что окна окна не обрабатываются потому что они из стекла что тонкие детали при низком разрешении тоже не сканируются но вот здесь балкончик дыркой например остался потому что балкон надо снять с большой перспективы сверху и снизу да их не обработали но тем не менее модель достаточно точно и в принципе он она там напечатанная есть где то то же самое про 3d модель я не занимаюсь для печати вообще не просто попробовал да запустил на принтере то что есть можете посмотреть вот можно обработать другом в другом софте сейчас ту же саму модель другом софте покажу вот она же сделана за два часа да то есть другой программе эта программа лучше делать смешные картинки на ней круче показывает то что она быстро адаптированно показывает у нее неплохая достаточно текстура она косячит по геометрии тем не менее при больших объемах но вот так показать вполне неплохо для презентации часто это бывает достаточно причем объем и также совершенно любые вот я не помню вам показывал на то снимали ну картинку наверняка вот например это обрабатывалось так же два часа на не высоких настройках но тем не менее для того чтобы показать вот эти домики тут все уже привязанное можно делать измерение то есть если вам надо поверить на районе там высоту зданий например или еще что-либо это все доступно прямо здесь до точность будет конечно здесь порядка сантиметров 10-20 привязано все двухчастоком gps но тем не менее можете померить здание там 37 метров все да это очень удобно это быстро если вам нужно производить какие-то не очень точные измерения опять если вы подойдете к вопросу серьезно да и у вас будут серьезные мощности реально с диспилотников часто создает 500 кида то есть масштаба 1 500 карты и планы это точность 5 сантиметров в плане и порядка 10 сантиметров по высоте но нюанс если у вас трава если у вас деревья все это точность это все бла 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 а у нас трава и растительность везде поэтому когда говорят мы делаем точность 5 сантиметров по высоте никто не делает все только говорят об этом невозможно сделать как бы найти что там по травой чего там под деревья никто ничего не делать хотя участвовать эти производители снимают леса и леса говорят мы делаем тут точность 5 сантиметров какие там деревья чего они там делают неизвестно все продают и покупают вот это по моделям дальше после того как мы все обработали мы экспортировали модель вот она у нас моделька я не помню это то что я экспортил я просто уже по-моему закрыл и вот она изначально была с дыркой внизу да потом в миш миксере я создал вот это основание да я сейчас не буду уже показывать как ну тут просто экструдер и после того как я сделал основание я соответственно вывел ее на печать обрезал и получилось вот то что вы видели в принципе если вы как-то связано с картографию можно использовать не 3d модель а карты высот причем это можно использовать как сложно и продуманно так и достаточно просто и создали карту высок например равенский карьер равенский карьер черенит открыл да вот эти карты высот где белая высокая до черная низкая и поэтому можно создать 3d модели для печати если вам надо чтобы напечатать если у вас неожиданно оказались какие-то материалы их можно также использовать вот он равенский карьер да мы пробовали печатать лучше конечно фрезеровка на чипу но мне не было тащить с собой кусок дерева да в общем примерно так это можно сделать в автомате даром например в куре даю ура бесплатный софт акультимейкера загрузили туда карту высот но есть нюанс до карта высоты в оригинале она создается с плавающей запятой 30 32 битные градации серого и она перевести восьми битные да и растянуть гистограмму там обработать растр который вы получили тогда можно будет его обрабатывать собственно в общем смысле про 3d модели я закончил если у вас есть какие то вопросы я могу ответить на них они софт имеет учебные лицензии и профессиональные цели профессиональные лицензии различаются на стандарт которая не имеет возможности привязки ваться когда высокоточная она стоит 10 тысяч рублей с высокоточной привязки три с половиной тысячи долларов то есть 230 тысяч рублей где-то соответственно учебные версии там по-моему про вот это с привязкой 350 долларов да но я сейчас не помню точно не обязательно воспользуюсь привязку да если для себя то можете взять да опять же никто не знает что там сейчас лицензии происходит а вы можете взять вот например есть в стиме 3d зефир да там он стоит две с половиной тысячи рублей он поддерживает 200 снимков и многим это с головой там тоже есть все эти элементы все можно обработать примерно то же самое да можно взять ремейк учебный бесплатный вообще облачный да можно взять подписки есть многие программы по подпискам да там три месяца например на 100 долларов попробовать вполне себе нормально ну то есть не очень доступно но собственно вы решайте да я закончил спасибо все свободно сертификатами вопрос да я вам выделил уже или нет если выделить если какие-то еще личные вопросы пожалуйста да вы извините пожалуйста